У работы над собой нет выходных и отпусков. Особенные ребята из общественной организации молодых инвалидов «Грани» лето проводят в своей учебной квартире. Каждый день расписан по минутам. Есть время на творчество, на физический труд. Всегда есть возможность научиться чему-то новому. Сегодня Лёша осваивает качество, схватывает на лету. Вот ты первый раз попробовал, Лёша. Как кажется, трудно? Не, мне не сложно. Не сложно. Лёша сразу понял, что нужно плести в шахматном порядке. У многих ребят с этим сложности. На кухне тоже кипит работа. Ребята готовят фирменный кекс общества «Грани». Получается он обычно пышным и рассыпчатым. Гостям на радость. Львиную долю работы выполняют сами. Их родители рассказывают, обучение в группе проходит веселее и продуктивнее. Если мы учимся здесь мешать или резать, то дома обязательно, когда я готовлю салат или готовлю что-то второе, Коля садится рядом и делает со мной. То есть сейчас он уже научился у меня чистить картошку отварную, резать. То есть все винегреты и салаты он делает уже вместе со мной. Уже у меня дома никто не удивляется. Потому что этому научились мы здесь. Если я дома всегда думала, что он это не может, то здесь, как бы не боясь, предложили, и оказывается, он это может. Сейчас в общественной организации примерно 20 семей. Ребята уже взрослые, совершеннолетние. Поэтому их особенно важно научить бытовым навыкам, которые помогут в самостоятельной жизни. Мы очень давно задумывались о том, чем будут заняты наши ребята по окончании школы, если она была в основном, все-таки они учились. И дневная занятость очень важна для наших ребят. Все-таки они чувствуют себя нужными, полезными. И, конечно, о профориентации говорить можно. Потому что изделия, которые они делают, это настоящее изделие, которое можно предложить на ярмарках. Они имеют некоторый спрос и даже есть какие-то заказы. Летом график не очень плотный. Занятия в квартире трижды в неделю. По выходным – поездки. За два месяца ребят объездили уже половину губернии. Посетили несколько фестивалей. Эмоции получили на весь будущий год. Каждый вторник у ребят из Грани – лечебная физкультура. Посещают ее пока только мальчики. Упражнений – целый комплекс. Разминочный круг, тренировки на поддержание мышечного тонуса, на выносливость, чувство баланса, реакцию. Мамам в зал ходить не рекомендуется. Мотивируют на занятия особенных ребят волонтеры. Такой спорт подтягивает осанку, учит ребят чувствовать границы собственного тела, развивает память и дисциплину. Для начала ребята занимались у нас единоборствами. С ними занимались тренеры по единоборствам и по боксу. Сейчас у ребят следующий цикл занятий. Они занимаются лечебной гимнастикой. Наш специалист, который на сегодняшний момент работает с ребятами, очень имеет большой опыт в реабилитации, восстановлении детей. Да, специалистов очень мало в нашем городе. И мы гордимся, что Лариса с нами сотрудничает. Никите 15, и у него тяжелый диагноз – генерализованная эпилепсия. Работать с таким ребенком может не каждый тренер по лечебной физкультуре. Педагоги опасаются возможных приступов. В детском фитнес-центре не испугались трудностей. Мама мальчика Светлана за успехами сына наблюдает со стороны. Отмечает, прогресс от занятий уже наметился. Я вот вижу, что он похудел немножечко. То есть вот эти складки у нас все убрались. Потому что у меня вот он на ровном месте может даже упасть. То есть он уйдет, и его сторону все равно качают. Потому что мышцов нет у нас все. То есть у меня за руку все равно маленько придерживается. Сейчас уже стал более-менее сам ходить самостоятельно. Впереди у молодых инвалидов и их родителей большое путешествие. Ребята со своими творческими поделками вышли в финал Всероссийского конкурса на лучший туристический сувенир. За победой, не без помощи фонда Дети Ивановской области, они отправятся 4 августа в город Белгород. Мария Смирнова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.